Добрый вечер всем, привет от Полонского, из Киева, как мы видим, мы на Бессарабке. Речь пойдет не о Киеве, не о Бессарабке, пойдет речь о Ближневосточных делах. В настоящий момент из газа лупанули по Израилю еще 150 ракет. Одни говорят 100, другие говорят 150. Залп жутчайший. Кому интересно, мы на телеграм-канале эти вещи сейчас постепенно выставляем. Сегодня целый день в прямом режиме, в прямого эфира выставляли оттуда фото, видеоматериалы. Интересно, конечно, никто этого не ожидал. Да, так вот, в ответ на удары израильской авиации по газе. Ну, понятно, что израильтяне не просто так дамбили газу, а после того, как Хамас напал на израильские города и поселки. Вот, они запустили только что кучу ракет в сторону Таляви, вообще центра страны. Там куча городов, куча небольших поселений. И сейчас там везде тревога. Я не знаю, как железный купол сможет справиться с такой равой ракет, одновременно летящей из сектора газа. Но вот тут интересный момент. Кто кого, кто кого поддерживает. Так вот, кто кого поддерживает. Смотрите, на стороне союзника России, на стороне Хамаса на сегодняшний день Хизбалла. Кстати, высока вероятность, что если начнется сейчас наземная операция, что Хизбалла вступит в дело на северной границе Израиля. Я об этом говорил еще днем, что такое может быть. И тогда вот это то, что происходит на юге, оно будет казаться не столь значительным, потому что у Хизбаллы не сказано больше ресурсов, чем у Хамаса, по тысяче и одной причине. Просто там нет блокады, и они получают все, что они хотят прямо из Ирана. Иранский парламент, сумасшедший, абсолютно дегенеративный, сейчас стоит и причитает смерть Израилю, смерть Америки. Также Хамас поддержали, кто бы сомневались, друзья России, великие друзья России, единственные друзья России на сегодняшний день настоящие, это Талибан. Талибан, в котором там Лавроб и его банда негодяев целуются в десны, вот они тоже поддержали, соответственно, Хамас. Короче говоря, Россия, которая и организовала, с моей точки зрения, а я думаю, что здесь на тысячу процентов прав, вот эту всю большую резню, оказалась в очень интересной компашке. Посмотрите, сплошные изгои и террористы. Россия, Иран, Талибан, афганский и Хамас с Хизбаллой. Единственное, что я могу сказать, что пока что Аль-Каиды и ИГИЛа не хватает, а так, как говорится, фулл танк. Аль-Каиды и ИГИЛа не хватает, а так, как говорится.